всем здравствуйте знаете после первого спикера наверное нужно было его последним все-таки поставить спикера который выступал первым честно говоря сразу растерялся что вообще тогда говорить в общем пессимистическое настроение но тем не менее знаете действительно отказались от мягкой пшеницы в пользу твердой пшеницы нам просто стало неинтересно выращивать мягкую пшеницу вот такими нормами выращиваем только краснодарскую селекцию и какой бы сорт пшеницы не был бы в наше то что мы выращиваем мягко выращивали мягкую пшеницу это пшеница то как раз еще раз повторю краснодарской селекции и она всегда давала 3 2 класс редко 3 в основном 2 класс пшеницы год не имеет никакого значения знаете для того чтобы получать высококлассную пшеницу емду по качеству я думаю что нужно иметь сначала технологию все научились уже давным-давно применять удобрения получать высокие урожаи но я думаю что нет недалек тот день когда научатся хозяйства получаете высококлассные пшеницы добавка всему сортов очень много выбор огромный все неотзывчивы к питанию средства защиты сейчас есть но знаете вот я нельзя предыдущего спикера спросил какими пестицидами пользуются хозяйства мы в этом году решили но в благих намерений предпочтение отдать российским производителям и столкнулись ну наверно не просто с плохой плохим качеством продукции а эта продукция просто вообще никакой критики не поддается понимаете уход частичный уход импортных ядохимикатов дал нашим производителям видимо большие большие доходы и они пустили наверно не на то чтобы улучшить продукцию а сделать ее массой ну то есть это не тот русский будет бизнесе с одного литра не сделает два поэтому пришлось перерабатывать все поля с наших и ядохимикатов на к сожалению на иностранные и отсюда не потому что даем мало фосфора до фосфора мы даем по сравнению за 15-20 лет это просто выстрелило количество применяемых удобрений во всех регионах нашей страны и в нашем хозяйстве тоже там говорить об этом даже не стоит и время тратить я за другое знаете конечно ситуация с мягкой пшеницы она на сегодняшний день но на ранее катастрофическая но надо задуматься конечно мы находимся зерноградском районе это недалеко от портов основная продукция была это подсолнечек и мягкая пшеница но урожай нас перестал интересовать высокий мы стали задумываться над себестоимостью продукции можно получить вы очень высокий урожай и ходить на поклон к банку можно получать средний урожай или как бы ну в разных регионах это по-разному выглядит но главное чтобы себестоимость была его удовлетворяющая у вас то есть как производителя мы еще столкнулись с тем что немножко заранее мы понимали что ситуация ухудшается дабы слушали тех людей которые рекомендовали нам сельхозпроизводителям обратить внимание на то что ждет впереди и начали думать как с этой ситуации выходить несколько лет готовились к тому чтобы перед хозяйство перешло не просто на твердую пшеницу а выращивала семена твердой пшеницы мы понимали что рынок твердой озимой пшеницы сейчас мало кем занят семян производить особо предприятий нет по сравнению с производством мягкой озимой пшеницы поэтому мы выбрали направление твердой пшеницы да действительно как показала практика но наверно мы не ошиблись не выборе краснодарской селекции не выборе сортов выращиваем два сорта всего два сорта объясню почему не потому что они в какой-то год выстреливает какой-то вот не выстреливает нет есть четко три вещи первое это количество влаги количество питания и степень защиты отсюда и выходит наша урожайность то есть урожайность расчетная но мы выращиваем два сорта озимой твердой пшеницы почему потому что пошли по направлению так один сорт это один комбайн это один ангар это одна машина это одна переработка то есть подготовка семян чтобы второй сорт опять же то же самое для того чтобы сорта ней в никаких условиях не перемешивались в процессе производства переработки доставки хранения и так далее и так далее то есть наша цель это достичь того чтобы семена были очень высокого качества в этом году семена значит я вам просто как пример мы купили один из последних во франции машину для подготовки семян и с французская она сразу подрабатывает семена 5 видов сортировки семян она протравливать семена и она их упаковывает в биг биг не то есть это машина когда засыпал одно место забрал биг биг просто отвез в склад очень хорошо чистятся семена великолепно протравливаются семена и так далее и так далее и масса 1000 семян озимой твердой пшеницы в этом году их было два сорта это одари и крупинка вот минимальный вес я вам за минимальный говорю вес это 49 и пять десятых грамма масса 1000 семян максимальный вес 56 граммов масса 1000 семян схожесть девяносто девять и шесть десятых энергия роста девяносто девять и четыре десятых то есть по цифрам можно судить что те работы кадула которые были проведены и средствами защитами и кормления и уборка и так далее так далее они были выбраны правильно стоимость себестоимость достаточно низкая почему потому что при в принципе при не очень совсем высокой урожайности это 56 центеров это по кругу ну вот это не не высокая урожайность себестоимость семян получилось достаточно низкая вот выхлоп на семенах вы тоже понимаете хозяйство очень маленькая поэтому есть смысл выращивать нам не массу семян а всего два сорта ну очень очень качественных а вот и подсолнечек подсолнечек мы выращиваем только кондитерский что тоже дает нам приоритет в реализации этого подсолнечка есть отлично немножко вот выращиваем еще горох и рапс рапс не каждый год но выращиваем а вот в принципе я вам так хочу сказать знаете я думаю при том что комбайны сегодня так стоят очень дорого нам один из спикером показывал сколько стоит комбайны я думаю что сельском хозяйстве настолько продвинутые люди трудолюбивые работают что на на есть смысл сегодня думать куда вкладывать деньги на ранее на покупку новой техники а я так думаю в направлении миллион да там резинотехнические изделия там грубо говоря метизы то что угодно но что угодно виде того чтобы выжить ну коль мы поставлен такие рамки нужно день вкладывать не в одну корзину хотя бы делить ну на какая-то часть переработки есть кто-то будет что-то делать холоши каким не знаю но думать надо в этом направлении что-то еще нужно делать куда-то вкладывать деньги если мы вернемся к нашим истокам коммунизмить каждое хозяйство даже всего огородить было забором она была как отдельное государство там были и мельницы и маслобойки курятники сигналика четко не было вообще вот это помогало выживать я думаю что опыт есть по этому поводу нужно просто четко продумать вы знаете еще я думаю что урожай это конечно хорошо высокоурожайные сорта это спасибо науке что дает возможность выбора этого вот но знаете сегодня нужно выращивать дана не только подсолнечник там пшеницу кто-то должен сейчас очень хорошо идут бобовые мы знаем и чечевица и горох достаточно хорошей цене кто-то начал выращивать фасоль ну в общем короче масличные культуры сюда нужно кормовые культуры но я думаю что нужно нужно подумать да думать было время когда нам дало возможность пользоваться тем что мы выращивали привыкли отработали технологии да спасибо но сейчас нужно уже научиться думать на немножко подробно просто пришло немножко другое время понимаете вот я просто высказываю свою точку зрения вот не навязывая никому по поводу твердой пшеницы я думаю что это одно из направлений до выращиваю мягкую пшеницу до спрашивают беда в том что многие крестьяне не могут выращивать высококачественную пшеницу да на нее отдельный спрос хорошая цена но к сожалению у вас нет технологий то есть нужно стремиться вырабатывать эти технологии покупать технологии не жадничать понимаете привыкли не работая выросла выросла продали продали ну все закончилось а вот твердая пшеница цена хорошая 2324 рубля в этом году и на протяжении вот 5 лет предыдущих были цены вообще доходили до 34 рублей можете себе представить да в чем не выращивать технология та же практически та же нам мама природа дала самое главное у нас есть огромное количество солнечной энергии это качественная пшеница знаете почему на юге не покупают у нас ячмень пивоваренный потому что высокое количество белка она дает только от солнца в данном случае нам солнце помогает выращивать очень высокого качества пшеницу и твердую тоже значит обратите внимание на озимую твердую пшеницу логика в чем влага у нас существует зимой и осенью надо этой влагой пользоваться при этом зарабатывать деньги и смотреть на экономику и я бы вам еще пожелал бы больше внимания уделить конечным этапом технологии выращивания пшеницы понимаете у вас у всех очень хорошее научились при покупать не жадничать покупать удобрение слышу 1 2 3 говорит мы применяем столько удобрений да слава богу а вот на последних этапах выдыхается народ понимаете выдыхается и уже ручки сложил видят колось и торчат колось это ребята это солома зерно все впереди и качество тем более впереди просто на последних этапах нужно обратить внимание на технологию то есть где-то что-то поправить и выращивайте кто-то выращиваете применяйте в своих оборотах твердую пшеницу обратите на него внимание приглашаем наше хозяйство за семенами друзья требует очень хорошие при культуре вы знаете вы знаете одна из беды действительно что у нас как и у всех крестьян и здесь и в округе нас приучили к определенному силу оборот у нас нет животного это уже большой минус а вот у нас рядом порты которые нас десятилетиями приучали выращивать определенные культуры то подсолнечек и зерновые это постепенно конечно исправляется постепенно не не все так бывает я узнаете хочу сказать для выращивания твердой пшеницы не то что севооборот важен и больше наверно важно то что твердая не должна выращиваться после мягкой пшеницы почему потому что имеет большое значение сколько у вас мягкая пшеница будет в бурту твердая пшеница на это есть определенные условия по при покупке твердая пшеница но самая низкая очень много дожди в этом году было и самая низкая стекловидность было 74 процента после всех дождей мы продали я на макароны мы продали нет мы часть мы часть продали семенами часть продали как товарное зерно я понимаю да ну что ему сказать закрывает ну от ума большую сумму